Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобрать то, что вы написали. Значит, ответ на ваш вопрос заключается в том, что вы хотите. Если ваша цель, например, научить людей, если ваша цель заработать денег, то я полагаю, что абсолютно неважно, как ведет себя клиент, как барин, не как барин. Потому что за те деньги, которые вам платят, вы предоставляете определенные услуги. Вот. И, соответственно, все. То есть вы просто учите людей, вы просто даете им то, что у вас есть. И на самом деле неважно, как клиент относится к вам. В некотором смысле здесь работает пословица «клиент всегда прав». И это так. Другое дело, если клиент вас оскорбляет, например. Вот в этом случае, конечно, оскорблять себя позволять не стоит. То есть здесь можно просто спокойно говорить, что уважаемые, если вы там не будете, если вы не перестанете переходить на личности, например, да, то дальнейшее сотрудничество между нами будет невозможно. И все. И, соответственно, если человек продолжает переходить, если вы понимаете, что это отвлекает от работы, да, не позволяет работать, то вы просто отдаете человеку те деньги, которые вы не отработали, и расстаетесь. Если человек ведет себя просто высокомерно, да, то это может быть и защитная реакция с его стороны, это может быть и просто привычка такая, это может быть и неосознавание того, что он видел себя подобным образом и так далее. И мне кажется, что обращать на это внимание, на то, как ведет себя клиент по отношению к вам, значит заострять внимание на личных отношениях. У вас, Сергей, отношения профессиональные, и каждый человек, ну, приносит в эти отношения что-то свое. Вот, если вы хороший профессионал, то вы просто будете действовать в своем, как сказать, русле, и покажете бесперспективность любого проявления негатива в вашу сторону. То есть, любое проявление какого-то вот отношения, ну, неуместного. То есть, какая разница, как клиент относится к вам, если он платит исправно, если он выполняет задания, и если он не спорит с вами по тому предмету, который вы преподаете. Ну, какая разница. Понимаете, если вас это задевает, то, что человек воспринимает вас как прислугу, это уже детали. Это детали, которые нужно разбирать лично, почему вас это задевает, из-за чего вас это задевает. Понимаете? Так мне думается, что профессиональные отношения, они должны быть все-таки именно профессиональными и никакими больше. Поэтому, поэтому репетитору относиться как барин к клиенту, это также неправильно. Потому что вы ничем не лучше и не хуже, тем, что вы репетитор. Понимаете? Другие люди могут этого не понимать. Другие люди могут не понимать, что вы не хуже и не лучше. Но это их право, это их право. Если вы выбираете для себя работу с людьми, то нужно, чтобы вы либо были уверены в себе, чтобы вас не задевали слова клиентов, потому что клиенты бывают разными. Вот. И у людей бывают ситуации тоже разные. Вот. Либо, чтобы вы не обращали внимание на то, что говорят. То есть только кроме профессионального, да, больше ни на что внимания не обращали. Потому что все остальное вас не интересует. Вот. И мне кажется, что вот здесь нужно рассматривать причину, по которым вы расстаетесь с человеком. То есть и вы расстаетесь, потому что с ним нельзя работать, например, это одно. То есть если вы расстаетесь с человеком, потому что нет процесса рабочего, это одно. Если вы расстаетесь с человеком, потому что он вас оскорбляет, это другое. А если вы расстаетесь, потому что вам кажется, что человек ведет себя высокомерно, это третье. И во втором случае, когда вас оскорбляют, откровенно уничтожают, да, вы можете просто сказать то, что я ранее озвучил. А вот в третьем случае это уже нужно работать с вашим восприятием. Вы, наверное, слышали про такую вещь, как человеческий фактор. Так вот, человеческий фактор, на мой взгляд, должен быть максимально исключен из того, что делают, ну того, что вот делаете вы, максимально. Потому что в противном случае, в противном случае, мне кажется, что ваша работа, она просто будет адом для вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.